Процесс работы над гравюрой – это особая магия. Создание выемок на металле и камне и получение таким образом узора. Существует немало видов гравюры на металле. Акватинта, медерит, мецетинта, мягкий лак, афорт, пунктирная манера, резцовая гравюра, сухая игла и другие. Глядя на гравюру художницы-графика Марина Лазаревой, представленной на выставке, путешествуя и возвращаясь в Щелковский историко-кровеческом музее, невольно возникает мысль об искусстве гравюры, как о высшем проявлении мастерства владения техникой, наполненной вдохновением. Черно-белая гравюра в нашем музее не была представлена в таком масштабе, как сегодня. Обычно это было несколько работ, которые мы просили, в том числе и Марины, на различные выставки. Но в этот раз мы решили сделать такую масштабную выставку для нашего музея, именно черно-белая гравюра. Выставка «Путешествие и возвращаясь» – это признание, осознание автора. В основном это работы, сделанные в разные годы. Из черногорского альбома, из путешествий по Греции, Италии. И, наконец, крымский альбом «Возвращение». В сопровождении стихов Бунина, столь любимого Марины, некоторые работы смотрятся особенно притягательно. Это успели отметить и пришедшие гости. Выставка очень эстетичная, очень такая, не знаю, очень интересная, мне кажется. Поэтому я хочу, чтобы сюда приходили, вы говорите, там, молодой поколение, дети. Мне кажется, все поколения должны прийти, посмотреть, оставить свои впечатления. Но мне кажется, что наши коллеги, музеи, наши галереи, всегда готовы представить залы для выступающих ходов. Очень рады, что такие люди, как вы, есть, да, это уникальные люди. Я, безусловно, подтверждаю ваши слова. Это уникальнейшие люди, которые владеют такой техникой. И мы очень рады, что сегодня вы с нами и представляете свое искусство у нас еще в Краснодаре. Автор гравюр скромно принимала благодарность и признавалась. О своем любимом деле может говорить долго, интересно и крайне увлеченно. Художница живет в Лосино-Петровском. Окончила московскую школу художественных ремесел по специальности ювелир. Надо сказать, что техника мецутинтов, в которой работает Лазарева, очень редкая. Ей владеют всего около 500 художников. Также автор создает работы в технике сухой иглы, резцовой гравюры, занимается рисунком. Сам процесс создания гравюры очень увлекателен и необычен. И вскоре, пообещала Марина Лазарева, в стенах Щелковского историко-краеведческого музея будет проводиться мастер-класс по этой сложной увлекательной технике. Всех желающих ждут с нетерпением 3 ноября. Ну а рассмотреть и полюбоваться гравюрами Марины Лазаревой можно до 4 декабря. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.